Книга притчей Соломоновых Приятны пред Господом пути праведных, через них и враги делаются друзьями. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости, ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Книга пророка Исаии, глава 66, стихи с 18 по 21. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамения, и пошлю из спасенных от них к народам, фарсис, к пулу и луду, к натягивающим луг, к тубалу и явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. И они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Господь. «Подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также священники и левиты, говорит Господь». Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Глава вторая, стихи с седьмого по семнадцатый. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древнее есть слово, которое вы слышали от начала, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Евангелие от Иоанна. Глава шестнадцатая, стихи с первого по четвертый. Сие сказал я вам, чтоб вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говоришь же сего вам сначала, потому что был с вами. Авва Исаак Сирин. Слово шестьдесят восьмое. Об отречении от мира и о воздержании от вольного обращения с людьми. Когда возлюбим бегство от мира и удаление от дел мирских, тогда ничто не отделяет нас только от мира, не умерщвляет в нас страстей, не возбуждает и не оживотворяет нас для духовного, как плач и сердешное с рассуждением болезнование. Ибо лице благоговейного подражает смирению возлюбленного. И напротив, ничто не делает нас столько сообщниками мира и живущих в мире, и тех, которые в мире преданы пьянству и блуду, и не удаляет нас только от сокровищ премудрости и познания тайн божеских, как смехотворство и дерзновенное парение мыслей. И это есть дело блудного демона. Но по элику опытом познал я любомудрие твое, то умоляю тебя любовью охраняться от нападения врага, чтобы тебе, остроумием речей, не осудить в душе своей горячности любви к Христу. Ради тебя, вкусившему желчь на древе крестном, и чтобы враг, вместо сладостного оного размышления и дерзновения пред Богом, не стал во время бодрствования твоего наполнять душу твою многими мечтами, а во время сна твоего пленять ее нелепыми грезами, зловония которых не терпят святые ангелы Божии. И тогда соделаешься ты для других причиной падения, а для себя причиной мучения. Посему принуждай себя подражать смирению Христову, чтобы возгорелся скорее огонь, им в тебя брошенный, которым искореняются все движения мира сего, убивающие нового человека и оскверняющие дворы святого и всемогущего Господа. Ибо осмеливаюсь сказать со святым Павлом, что мы — храм Божий, посему, как чист сам Бог, очистим храм его, чтобы возжелал вселиться в нем. И как сам он свят, осветим и храм, украсим его всякими добрыми и честными делами, облагоухаем его благоуханием покоя воли Божией, чистую и сердешную молитвою, каковою невозможно приобрести общением в частных мирских волнениях. И, таким образом, облако славы его приосенит душу, и свет величия его воссияет внутри сердца, и исполнятся радости и веселья все обитатели селения Божия, а наглые и бесстыдные исчезнут от пламени Святого Духа. Поэтому укоряй непрестанно самого себя и говори. Увы, окаянная душа, приблизилось время отрешения твоего от тела. Для чего увеселяешься тем, что сегодня же должна будешь оставить, и чего не увидишь вовеки? Обрати внимание на прежнюю свою жизнь, размысли, что ты соделала, почему так делала, и каковы дела твои, с кем провела дни жизни своей, или кто воспользовался трудом делания твоего на земле, кого возвеселила ротоборством своим, чтобы вышел он в встретение твое при исшествии твоем из мира, кого усладила во время течения своего, чтобы упокоиться тебе пристани его, для кого бедствовала, трудясь, чтобы прийти к нему с радостью, кого приобрела другом в будущем веке, чтобы приял тебя во время исшествия твоего, на каком поле работала по найму, и кто отдаст тебе плату на заходе солнца при уходе твоем. Испытай себя, душа, и рассмотри, в какой земле удел твой, и миновала ли ты поле, которое делателям плодоприносит горесть. С остинаниями и скорбью возгласи и возопи, чем упокоивается Бог твой паче жертв и всесожжений. Уста твои доисточают болезненные глазы, какими услаждаются святые ангелы. А мочи ланиты свои слезами очей твоих. Умилостиви Господа твоего слезами, чтобы пришел к тебе. Призови Марию и Марфу, да научат тебя плачевным глазом. Возопи ко Господу. Господи Иисусе Христе, Божий наш, плакавший над Лазарем и источивший над Ним слезы скорби и сострадания, прими слезы горести моей. Страданием твоим исцели страсти моей. Язвами твоими уврачуй мои язвы. Кровью твоею очисти мою кровь и с телом моим сраствори благоухание твоего животворящего тела. Та желчь, какую напоили тебя враги, да усладит душу мою от горести, какую напоил меня соперник. Тело твое, распростертое на древе крестном, к тебе да возвысит ум мой, увлеченный демонами долу. Глава твоя, преклоненная на кресте, да вознесет мою главу, заушенную субостасами. Всесвятые руки твои, пригвожденные неверными ко кресту, к тебе да возведут меня из бездны погибели, как обетовали всесвятые уста твои. Лице твое, приявшее на себя заушение от проклятых, да озарит мое лице, оскверненное беззакониями. Душа твоя, которую, быв на кресте, предал ты отцу твоему, к тебе да путеводит меня благодатью твоею. Нет у меня болезнующего сердца, чтобы взыскать тебя. Нет у меня ни покаяния, ни сокрушения, которыми вводится чадо в собственное свое наследие. Нет у меня, владыка, утешительных слез, омрачился ум мой делами житейскими и не имеет сил с близнованием возвести к тебе взор. Охладело сердце мое от множества искушений и не может согреться слезами любви к тебе. Но ты, Господи Иисусе Христе Божий, сокровище благ, даруй мне покаяние всецелое и сердце неутомимое, чтобы всею душою выйти мне на взыскание тебя. Ибо без тебя буду я чужд всякого блага. Посему даруй мне благий благодать твою. Безлетно и вечно изводящий тебя из недр своих, Отец, да обновит во мне черты образа твоего. Оставил я тебя. Ты не оставь меня. Отошел я от тебя. Ты приди взыскать меня и введи меня на пажить твою. Сопричти меня ковцам избранного стада твоего. Припитай меня злаком божественных таинств твоих вместе с теми, у которых чистое сердце их – обитель твоя. И в нем, видимо, облистание откровений твоих. Это утешение и это отрада для потрудившихся ради тебя в скорбях и в нагоразличных муках. Сего облистания досподобимся и мы по твоей благодати и по твоему человеколюбию. Спаситель наш Иисусе Христе во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok